Всем привет, дорогие друзья, гости моего канала. С вами, как всегда, Деревенская жизнь Татьяна и Денисова, и я Татьяна. Только что 8 вот таких малышей уехали у нас на другое хозяйство. Недалеко тут от нас на Взлетную поехали. Утятки жить. Вот эти теперь ходят, скучают малыши. Но ничего, освоится. У нас дожди. У нас третий день проливные дожди. Вот только-только успокоился дождь. Сразу грязюка непролазная началась. Все поразмыло. Ходить совсем плохо и неудобно. Утки-то радуются. А я скользю. Семью коричневых. Вернее, тех трех коричневых, которых хотела оставить на семью шоколадных. Окольцевали. Отделили. Теперь мы их не перепутаем. Отделили им на лапки колечки. Гусям-то радость и уткам. Что сыро. Вон, дикая уточка за забором плавает. Все плавает прям рядышком. Далеко никуда не уплывает. Красавица наша. Вон они, шоколадки. Две около забора. Две шоколадных и один изумруд рядом с ними. Москвич на речку просится. Выпустите, говорит, меня на речку. Выпустите. Ничего, скоро я вам загон открою. Сейчас народу поменьше станет. Уточек я имею ввиду. И выпущу я вас на речку. Чтобы вы поплавали, погуляли. Пасмурно, сыро. И настроение такое же. Пасмурное и сырое. Надеюсь, малыши хорошо приживутся на другом хозяйстве. Но такой мужчина очень много вопросов задавал. Прям как, чего, чем кормить. Ну, видно, что очень ответственно к этому делу подходит. Чем пропоить. Все ему рассказала. Сказал, что будет звонить, консультироваться, спрашивать, что к чему, как. Я, конечно, сказала, звоните. С радостью отвечу на все вопросы. В общем, он первый раз утят заводит. Вот возникло желание завести именно индоуточек. И приехал, приобрел малышей. Ну, я думаю, что человек очень ответственный. Все будет хорошо у них. Тут тоже вот малышок у девчоночек подрастает. Уж такой симпатичный стал. Да, девочки? Ну, мои красавицы. Жду вывод на днях от белой утки. Сегодня у нас 10 сентября. 15-го, 16-го где-то должен начаться вывод. Жду и переживаю. Уже все-таки сыро. Уже все-таки ночи очень холодные. Да и днем не жарко. Думаю, вот не проморгать бы момент, когда начнется вывод. Вон она сидит. Ну, вот она. Вот она себе, где место нашла. И думаю, не проморгать бы момент, чтобы ее вместе с малышами перевезти в сарайку туда. Сарай я вычистила. Полностью выскребла там все. Сухими опилочками сегодня посыпала. Навела там порядок. И вот теперь жду. Чтоб малыши не замерзли. Все-таки я переживаю. Сквозняки, холодные ночи. Думаю, что я ее сразу после вывода сюда, вот в эту сарайку. Все-таки тут чисто, сухо. Хотя бы на первое время. Чтоб она с малышами здесь была. Ну, вот, друзья. Такие вот новости на сегодня у меня. Утятки тоже вон сыро. Им холодно все-таки. Все скукожились. Одного самого маленького вообще поселила к бройлерам. Сидит там с бройлерами. Потому что смотрю, что как-то вот явно холодно ему. ой-ой-ой, как скользко-то. Еле иду. Сейчас покажу вам. Сейчас, сейчас, сейчас. Дойду, дойду, дойду. Ой, как скользко. Дожди пошли сразу. Да, девоньки? Эй, иностранец-то где? О, смотрите. Лежат бройлеры. И среди них, вон, голова утенка. Вот, пригрелся тут ему хорошо. С цыплятками они его греют со всех сторон. Ну, и вроде бы ему стало тут получше все-таки. Сырость, холод. Ну, остальные вроде бы ничего. А запустить их всех к бройлерам будет очень тогда цыплятам плохо. Потому что, как ни крути, утки сырость тут же разведут. Один-то ничего. Надеюсь, еще будут хорошие погожие денечки. Очень надеюсь, что это все просохнет грязюкой, что путятки мои успели окрепнуть. Все-таки я как-то переживаю сейчас вот за эти три дня. Я прям сильно стала переживать за них. Холодно. Сарай открыла. Думаю, может, туда зайдут пока. Пока утка еще не вывела. Ну, вот такие вот, друзья, новости на сегодня. Ну, все. С вами была я, Татьяна Денисова, и мой канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok